Меня, честно говоря, удивил Чайка. Я прошу прощения за то, что я долго на этом останавливаюсь, но слов из песни не выкинешь. Чайка вообще замечательная. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Вот тот глубоко, а эти просто уважаемые. И так далее. И вот 5 миллионов нарушений, 1 миллион виновных, 25 тысяч уголовных дел и так далее. И вот интересно, здесь я буду читать, я прошу прощения, но это надо послушать. В условиях экономической нестабильности для нас было очень важно не допустить ухудшения качества жизни населения, особенно ее уязвимо Славьев. И в первую очередь это касалось предоставления социальных гарантий ветерана Великой Отечественной войны. Заботу федеральных и региональных органов власти о них, особенно в юбилейный год победы, невозможно не заметить. Однако, несмотря на такое внимание, к сожалению, до сих пор болезненным вопросом для некоторых ветеранов является отсутствие благоустроенного жилья. Смешно, да? Поэтому в тех субъектах, где его решение затягивается, принимается необходимые меры надзорного характера, федеральным бюджетом на текущий год предусмотрена финансовая помощь регионам и так далее, там 10 миллиардов и так далее, и так далее. Почему он про это говорит? Какие 10 миллиардов он прокурор? О чем? Адресная социальная поддержка требовалась многодетным семьям, инвалидам, сиротам. В судебном порядке прокурорами восстановились права многодетных семей на выделение земельных участков. В этой сфере устранено почти 3000 нарушений законов. Например, в Республике Калмыкия по требованию прокуроров 900 многодетных родителей стали получать компенсацию на питание детей учащихся. Об этом должен говорить прокурор? Наверное, нет. Почему же он говорит об этом? Я дальше прочитаю. Внимание уделено соблюдению прав детей и инвалидов на обеспечение средствами реабилитации, лечения, образования. Пропускаю жесткие экономические условия последних лет. Постоянно вот это вот. Жесткие, плохо, страшно. Оказывают существенное влияние на рынок труда, порождая множество примеров социальной безответственности работодателей в связи с невыплатой зарплат. Там 50 тысяч виновных, 54, 504 уголовных дела. Однако с 1 февраля 2016 года задолженность перед работниками ставит 4,3 миллиарда рублей. Только с начала года она увеличилась на 760 миллионов и так далее, и так далее. Особое внимание уделите организациям-банкротам. Нестабильность, это вот каждый снова начинающийся пункт, нестабильность в экономике, нежелание производителей и продавцов отказываться от сверхприбыли, сохраняя их по сути за счет населения, явились первопричиной усиления надзорной работы по защите прав потребителей. В тесном взаимодействии с антимонопольными, принятые меры обеспечения лекарствами маленьких детей, тяжелобольных и так далее. Десятки миллионов наших сограждан-автомобилистов заинтересованы в наведении порядка на рынке моторного топлива. Понимаешь, это не сечен со всей путинской братьей, это вот какие-то злодеи, а прокуратура молодцы, она вот бензин хочет сделать дешевым, выявлено 30 тысяч нарушений в этой сфере. Не долив топлива. Да, не долив тут и 7 тысяч с половиной виновных. Очень многие россияне в минувшем году оказались в сложной даже критической жизненной ситуации, из-за грабительских схем, применяемых в области кредитования и так далее. И вот зачастую кредиты им навязывались под бредлогом продажи товаров. Широкий общественный резонанс получили противоправные действия коллекторов. В прошлом году, в взаимодействии с региональными властями и правоохранительными, принимались меры, которые позволили восстановить права почти трех тысяч участников долевого строительства. И в общем обо всем. Да, вот антикризисные меры особое значение придавалось надзору за соблюдением законов в сфере экономики. И исполнялись поручения президента и по приватизации там проверялось. И что только они не делали. И опытом обменивались. И вот красной нитью я прекращаю, я прошу прощения. Через все выступление прошла мысль. Они суки виноваты. А мы тут с ними кровь мешками проливаем и беспощадно боремся. Вот голодец. Это чайка. Сыр его. Кто такие они? Объясните мне, чайка, объясни мне, кто они? С кем вы боретесь-то? Это вот мы сегодня только думали, вот чтобы все это развалить. Вот здесь же не только просто все украсть надо и сидеть, и ничего не делать. Все равно что-то бы работало. Это надо еще и бороться с ними. И реформировать, как Путин. Вот, блядь, реформировать, бороться и все спиздить. Вот тогда такое получается. Вот я понял, наконец, я не понял, как можно было довести страну до этого. Бороться еще надо было. Блядь, реформировать, бороться, все спиздить и бездельничать. Вот как надо было. Вот чайка мне глаза открыл. Я давно так не смирялся, честно. Два комментария. Первый. Там должен был среди этих пацанов, на прокурорке, один встать, достать пистолет, носа вы принести. И прямо их застрелить так. И сказать, все, ну, блин, вы же сами сказали, это сделал. Я сделал. Мне президент и генеральный прокурор сказали, надо положить этому конец. Я положил. Ну и все, святой человек. Еще вот, ты понимаешь, вот на этих коллегиях, на них же люди не присутствуют, простые. Все вот эта чушь, которую они несут. Они хотя и показывают по телевизору, но ее особо никто не слушает. Ну уж прямой прямой эфир точно смотреть никто не будет и не станет слушать этот доклад. Но я поэтому и отнял у вас время, чтобы хотя бы вот схематично показать, какую херню там говорят. Вы можете себе представить. Это вот такое ощущение, что мы живем в абсолютно разных мирах. Вот эти люди, они живут в каком-то мире, где есть крабовый народ, который всех замучил. И вот они с ними борются. Чайки эти, паутины, голодцы, они все вот с этим крабовым народом борются. А скорее всего они с нами борются. Они, это наверное мы. Вот мы не можем понять, кто это они. Но это мы, наверное, вы же понимаете. Спасибо.